Самые новые интересные сериалы со звездой проекта «Невский» Дмитрием Баламурчуком в этой подборке. Досмотрите до конца, будет интересно. В 2022 году мы можем увидеть Дмитрия в главной роли мелодрамы от платформы «Смотрим» под названием «Цена иллюзий». У известного архитектора Виктора Полякова большая и счастливая семья. У него есть жена Евгения, четверо детей и внучка. Младшая дочь Ирина работает оперативником в ГУМВД по Петербургу. Старшая Елена замужем за Денисом, сыном друга и партнера отца Долинина. Они вместе много лет воспитывают дочь Машу и со стороны кажутся счастливой парой. Сын Алексей – любимчик семьи Поляковых. Ведет праздный образ жизни и особо не оправдывает надежд родителей. Вместо того, чтобы жениться на девушке из приличной семьи, он влюбляется в воспитанницу детдома. Также у Полякова есть сын от первого брака – Стас, чиновник в градостроительном департаменте. Когда вся семья собирается в ресторане на юбилей Полякова-старшего, неожиданно происходит взрыв. Долинин погибает, Поляков получает ранение. Ирине удается уговорить свое руководство, чтобы ей позволили участвовать в расследовании этого дела. За трагическим происшествием следует череда загадочных обстоятельств. А все новые несчастья ломают все идеалы Поляковых. Дениса находит мертвым в своем доме. А на орудии преступления обнаруживаются отпечатки пальцев Алексея. А уже в следующем году Дмитрий появился в главной роли в шпионском детективном сериале «Пилигрим». Олег Рубцов с позывным «Пилигрим» – агент секретного подразделения 018. Группа обралась за сложные и деликатные дела, которые не под силу правоохранительным органам. Отдел получает информацию о появлении в городе известного торговца оружием. Уже несколько лет силовики пытаются его поймать, но безрезультатно. В свою очередь преступник также охотится за членами секретной группы. Операция по захвату торговца проваливается. К тому же досье агентов попадают в руки террористов. Большинство коллег Рубцова погибает. А ему теперь приходится постоянно переезжать с места на место, чтобы сохранить жизнь и вычислить крота. В этом же году актер появился в новой мелодраме от канала «Домашний» под названием «Оставленное сердце» и снова главная роль. Все меняется в жизни одинокой учительницы музыки Нины, когда ее сына Кирилла обвиняют в поджоге машины бизнесмена Игоря Самойлова. На помощь Нине приходит адвокат, отец одной из учениц. Борис давно и безответно в нее влюблен. Он выясняет, что преступление совершил парень, очень похожий на Кирилла. Тогда Нина понимает, что это может быть только один человек. 18 лет назад она оставила в роддоме одного из близнецов, который родился с пороком сердца. Муж и мать Нины настояли, чтобы она отказалась от больного малыша. Поняв, что сын жив, она поклялась найти и вымолить у него прощение. Однако найденный сын не рад появлению в его жизни новой мамы. Он считает своей матерью совсем другую женщину и не может простить Нине это предательство. В 2023 году на канале Россия 1 выходит новая мелодрама под названием «Мама может», где актер сыграл также ключевого персонажа. Яна Иванова, узнав об измене мужа, уходит из дома вместе с двумя детьми. Состоятельный супруг угрожает безработной Яне, что лишит ее родительских прав. После нескольких отказов в трудоустройстве героиня подделывает резюме и получает, наконец, заветную должность. И теперь Яне предстоит не только закрепиться на работе, не имея в этом деле никакого опыта, но и помочь компании пережить финансовый кризис. А еще и придется найти общий язык с коллегами, среди которых Максим, ее главный конкурент. А в этом же году и на канале «Домашний» вышла очередная мелодрама с известным актером «Побег в неизвестность». Выйдя замуж за бизнесмена Дорохина, сирота Дарья Кравцова сталкивается с постоянными издевательствами со стороны мужа. Единственное, что держит Дарью в семье, это пасынок маленький Костик. Но весь бизнес Дорохина строится на наследствие, которое получил Костик после трагической гибели матери и деда. Дорохин груб с Дашей, которая не оправдала его надежд. Злится на мальчика, от которого полностью финансово зависит. Однажды Даша и Костик попадают в ДТП. Машина утонула, а их считают погибшими. Но это не так. Даша решает воспользоваться ситуацией и сбежать, так как оставаться в доме Дорохина попросту небезопасно. По совету подруги Дарьи, вместе с Костиком они бегут в город Каланчевск, где живет ее мать, с которой она до этого времени не общалась. А еще он сыграл главную роль в сериале «Варяги», который был снят по мотивам произведений Владимира Калычева и вышел в этом году на канале НТВ. В небольшом городке Горовце Псковской области, расположенном в 30 километрах от границы с Латвией, произошло ЧП. Половина руководящего состава местного ОВД арестована, а произошло это из-за крупнейшего в городе легального бизнеса – цементного завода. Он процветал, обороты росли. Тем самым предприятие стало лакомым кусочком для всех, и борьба за него вышла на федеральный уровень. В итоге навести в городе порядок и возглавить местное ОВД приходится московским операм. Майор Сергей Малахов становится начальником отдела, а капитаны Вадим Груздев и Иван Шадрин возглавляют уголовный розыск. Горовецкие коллеги совсем не рады приезду нового начальства. Они устраивают им более чем холодный прием и тут же дают прозвище «Варяги». Да и местные жители не в восторге от таких перестановок. Им и самыми разными способами пытаются донести, что им лучше вернуться в столицу. Но вот главных героев так просто не запугать. Малахов, Груздев и Шадрин, засучив рукава, начинают работать. Варягам предстоит разобраться в запутанных преступных связях и схемах Горовца, вступить в противостояние с первыми лицами города и спасти жизни многих его жителей. И вновь канал НТВ. Новый детектив «Военная полиция», где Дмитрий сыграл ключевую роль, а сам проект также вышел в этом году. В центре истории пятеро смельчаков, которые составляют отряд с особыми полномочиями при генеральном штабе Министерства обороны. В команде пятеро человек, профессиональные военные. Тимур Иочиковини и Михаил Рощин, компьютерный гений. Семен Пашкевич, врач Петр Михальченко и сотрудник ФСБ. А впоследствии член группы Ирина Старостина. Возглавляет отряд подполковник сметанников. Курирует отряд генерал Могутин. Их главная задача хранить военную тайну, расследовать самые жестокие преступления. В одиночку противостоять шпионской организации, которая запустила щебальцы высшие эшелоны власти. В 2024-м вышла и новая шпионская мелодрама с участием Дмитрия под названием «Матрешка». Релиз состоялся на платформе Кино1ТВ и в кинотеатре Иви. Итак, у нас 1983-й. Юля Морозова изучает иностранные языки в Ленинградском университете. Занимается спортом и даже не представляет, что в самое ближайшее время ей предстоит работать в КГБ. Она очень похожа на погибшую жену американского шпиона Джима Уиллера, который приезжает в Ленинград для встречи с агентом, работающим в секретном НИИ. Контрразведчики во главе с Волоховым затевают сложную шпионскую игру, намереваясь выявить крота в оборонной промышленности. Для этого они планируют внедрить Юлию в ближайшее окружение американца, надеясь, что тот клюнет на эту приманку. А еще Дмитрий сыграл главную роль Алексея Кирсанова в новом детективном сериале «Число зверя», выход которого только-только ожидается. 90-е годы. Следователь Смоленской областной прокуратуры Алексей Кирсанов получает от главаря местного ОПГ черную метку без срока давности. На него начинается охота. Близкий друг и коллега Кирсанова Игорь Сазонов идет на повышение и переводится на должность прокурора Ярославской области. Он предлагает Кирсанову перейти на новое место вместе с ним, подальше от бандитов. Перемены, как глоток свежего воздуха для Кирсанова и его жены Оксаны. А тем временем в деревне Клинея Ярославской области неизвестный расстреливает целую семью. В живых остается только 8-летний мальчик, которому удается сбежать через окно. Кирсанов сходу берется за расследование этого дела, уводя его из-под носа местного следователя по особо важным делам. Любый Стриж. Та сообщает, что месяц назад в соседнем поселке неизвестный также расстрелял семью. Все жертвы убиты с особой жестокостью, а на их телах преступник оставляет кровавые цифры – число зверя. Кирсанов поднимает архивы 10-летней давности и выясняет, что еще в 1984-м здесь же, в Еврославской области, были совершены еще три подобных преступления. Ну а еще Дмитрий снимается в главной роли в новом детективе под названием «Ронин». Этот проект также выйдет в этом году или в начале следующего. Где Иван Доронин – один из лучших бойцов спецназа СОБР. Во время операции по освобождению заложников мужчина получает ранение, из-за которого его отправляют в отпуск. В это же время Ивану сообщают о смерти бывшей жены, с которой тот почти не общался, лишь исправно платил алименты за сына Мишу. Доронин едет в родную деревню Медвежья, чтобы забрать ребенка, но на месте узнает, что у ее супруги есть еще один сын от другого мужчины. И живут оба мальчика вместе с отчимом Доронина. Иван остается в Медвежьем для оформления опекунства над Мишей. Параллельно герою приходится подменять внезапно заболевшего отчима на работе в качестве почтальона. Развозя по окрестностям корреспонденцию Ивана, то и дело попадает в сложные ситуации, где навыки спецназовца оказываются как никогда кстати. Так Доронину предстоит позаботиться о спокойствии жителей деревни, стать настоящим отцом не только своему собственному, но и чужому ребенку, а еще вступить в неравный бой с крупным чиновником за любовь местной красавицы.